Всем добрый день! Тема у нас сегодня проблемы ТНЦ в мировом коммунистическом движении Я думаю, что тема громко обозначена Но скорее мы сделаем некоторый обзор И поделимся теми знаниями, наблюдениями, которые у нас есть Потому что тема-то необъятная вообще-то Сегодня, в поле нашего зрения Нашего я имею в виду, тех людей, которые здесь присутствуют Актив РКРП занимается Примерно находится около 200 партий С названием коммунистические, рабочие, марксистские В поле зрения Хотя, вообще-то их значительно больше Значит, исходим мы из того, что наблюдаем Прежде всего за теми партиями Которые или сами позиционируют себя Как коммунистические В название это дело включают Или мы их относим к разряду не просто левых А рабочих, коммунистических организаций Потому что есть партии без слов этих в названии Но, по сути дела, являющимися, конечно, пролетарскими Классовыми и даже марксистско-левицкими Сегодня выработалось, ну, несколько форм Значит, как бы общения вот тех партий О которых мы говорим Это выработалось вот в течение последних двух десятков лет Поскольку мы активно за этим процессом следим Ну, начиная с 91-го года Когда, значит, организационно оформились Как российская коммунистическая рабочая партия Со всеми последующими нашими трансформациями И прочее, прочее Значит, почему вот я так назвал сходу цифру Что порядка двухсот И те, которые мы более-менее знаем Или, по крайней мере, знаем название Потому что в наиболее массовом Массовой, что ли, акции Подписании общего документа Который назывался Пхеньянская декларация Дай бог память приняла участие 173 Это вот то, где мы участвовали И где всякие разные Приезжали, приглашались Ну, порой не совсем коммунистические Иногда даже в стране стоящие Но тем не менее А кроме этого За эти 20 лет Как мы сами знаем Ну, на собственном опыте в России Появлялись Дробились Переименовывались Образовывались новое На примере той же ВКПБ Можно смотреть Если, значит, в 91-м году Была Нина Александровна Андреева И клочистическая, так сказать Первая, которая появилась В ВКПБ Но сегодня их уже И Лапина И тот разделился пополам И потом ВКПБ будущего Образовалось И так далее То есть процесс этот Очень подвижен И, значит, людям, которые Я постоянно за этим делом Не следят Не так легко уловить Но Не так легко уловить Это, ну, как бы сказать Каждого субъекта Или знать обо всех Это все А с точки зрения Вот Общих направлений Которые существуют В движении Так Общих тенденций Это значительно легче Поскольку здесь Возможно Определенная классификация Значит, действуют Тенденции Закономерности По которым Легче понять Кто чего из себя представляет С какую сторону гребет Кто к нам ближе А кто, так сказать Просто погулять Вышел И мы Детились на этом деле Значит Несколько забегая вперед Назову несколько форм Вот За которыми мы отслеживаем В которых Кое-где участвуем И знаем Вот О чем идет речь Из этих форм Вот общая работа Имеется Первое То, что называется Списком солиднеп Это Примерно 80 с лишним Партий Коммунистических И рабочих Которые Начали Встречи В Афинах По инициативе Компартии Греции Начали эти встречи 12 лет назад В прошлом году Уже 12-я встреча Прошла Первые В основном Проводились На базе Греции А дальше Постепенно Распространяли Влияние Географию И в том числе В Португалии Потом В Бразилии Последняя В ЮАР Прошла И так далее В основном Здесь Партии Более крупные Может быть Тяжко Можно сказать Традиционные Которые Большие влияние Имеют В своих Странах И Часто Парламентское Представительство Хотя Здесь же Наблюдается Факт Присутствует По нескольку Партий От одной Страны Здесь же Достаточно Всяких Уклонов В основном Правых О котором Мы будем Говорить Позже И Это та Форма В которой Мы С самого Начала Мы РКРП Активно Участвуют Имеют Определенный Авторитет Твердые Такие Позиции Известные Проводят Работу Критики Подтягивают В эти же Ряды Своих Союзников С нашей Помощью Скажем Туда Были Время Включены Товарищи КПСС Когда был Жив Затем Союз Коммунистов Украины Европы И другие Вот это Одна из Форм Наиболее Наверное Широкая Выше 80 партий Проводят Ежегодные Встречи И в этом Году Встреча Снова Должна Пройти В Греции Следующая Общность Которая Образовалась И в которой Мы тоже Участвуем Это теоретически Традиционные Семинары Которые Проходят В мае Месяце На базе Партии Труда Бельгии В Брюсселе Очень полезное Интересное Мероприятие Которое Не старается Закрепиться В какой-то Организационной Форме Но Разбирает Актуальные Вопросы И движения И Мы так С интересом Наблюдаем Чем они Законят Или как Они будут Продолжаться Потому что У них концепция Приглашать всех Вот там И те Которые Моисты И Хаджисты И Революционеры Троцкисты И Честные Оппортунисты И даже Те Которые Ведут Нелегальную Борьбу И Там же Одно Время Была Встречена Юрием Григорьевичем Терентьевым Вильям Манделла Это Жена Нельсона Которая Большое Впечатление Произвела На общественность Она Была Разыскиваемая Полицией Ну и так Далее И так Недавно Образовалась Еще одна Общность Называется Международная Коммунистическая Координация Революционных И Барксистских Организаций 41 Партии Значит Здесь Больше Партии Как бы Сказать Новых Недавних Образований Может быть Более мелкие Маайского Хаджистского Толка Значит О них Ниже Еще Поговорим Возглавляет Мы так Думаем Это Движение Там Как бы Скать В организации Не подчеркнуто Кто является Действительно Руководителем Лидирующей Роль Но Значит Во главе Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Германия Во главе Со Штефаном Энгелем Которые В общем-то Являются Нашими Неплохими Знакомыми Здесь Мы их Принимали Они С нами Общались У нас Есть Тесные Контакты Поэтому Мы Думаем Что Можем Судить В том Числе Об этой Составляющей Общего Движения Ну А далее Значит Количественные Показатели Слегка Мы Обозначили Об них Поговорили Значит Можно Было Бы Перейти К Анализу Качества Ну Казалось Б Слушай Почти 200 Это Самый Единиц Действует И Коммунистических И Рабочих И в Нескольких Партиях По Две А то и Три Да С такой Тягой Надо Назначать Дату Революции И Власть Почти Брать Это Нормально Ну К сожалению Так Не Получается Так И Если Говорить О том Какие Проблемы Вот у Нас Сегодня Тема Проблема Проблемы В Коммунистическом Движении То Следует Признать Что Проблемы Все Те Же Все Те Же Что Были И В Начале Прошлого Века Проблемы Значит Опасности Оппортунизма В коммунистическом Движении И Ревизионизма Которые Оппортунизм Имеет Склонность Перерастать Значит При этом В тех же Документах Вот Тех Товарищей Которые К нам Наиболее Близки В совместных Наших Документах В той же Декларации Которую Мы принимали Здесь С названием Декларация Октябрь 80 Кстати Ее Подписали Представители Дай Бог Память 46 Партий Ну то есть Вот Это Некий Показатель Круга Нашего Общения И Количество Партий Которые Действительно Стоят На ортодоксальных Позициях Потому что Мы в своей Декларации Тогда Старались Подчеркнуть И показать Что главное В социалистической Революции Что главное В марксизме При употреблении Терминов И понятий Диктатура Пролетариатов Цели Построения Бесклассового Общества И так далее Так вот В целом Ситуация В коммунистическом Движении В мире Оценивается И нами И нашими Ближайшими Союзниками Как Критическая Критическая Или кризисная Правильно Сказать Критическая Кризисная Потому что Достаточно Много Коммунистических Партий И рабочих Которые Слово Коммунистическое Или Марксистское В лучшем Случае Сохраняют Своем Название Та Резко Узагубилась После событий 91-го года После поражения Временного Как мы С вами Считаем Социализма В СССР И Вот эта Кризисность Ситуации Объясняется Сильнейшим Уклоном В право Уклоном В оппортунизм Переходом На ревизионистские Позиции Целого Целого Ряда Компартий Причем Партии Которые имеют В прошлом Славную Боевую Историю Ну например Такие Компартии Как Компартии Италии Франции Испании Так И прочим И надо Прямо Сказать Что Большая Доля Вины В этом Процессе Она Лежит И на Нас С вами Ну имеется Ввиду Не Присутствующих Что ли В зале Или РКРП Но на Коммунистической Партии Советского Союза Потому что Конечно С одной стороны Огромные Заслуги Тамара Борисовна На первый ряд Вот вас Поглашают Значит Первая Революция Первая Прорвали Первая Установили Дольше всех Продержались Заслуг Больше За плечами Это все Безусловно Но Тем не менее И Трох Наломали Больше других Их ошибок Наделали Более Других Причем Значит Ошибок Крупных Теоретических Которые Были Закреплены Программе Которые Были В общем-то Рекомендованы И даже Нагрязаны В силу Положения Нашего В то время Крупной Правящей Партии И другим Отряду Коммунистов Прежде всего Эта речь Ведется О Крущевском Периоде И о тех Самых Ошибках Которые Описаны В нашей Программе А именно Значит Отказ От признания Необходимости Диктатуры Продержата Причем Такой Значит Не просто Кто-то по глупости Что-то отказался Теоретически Постарались Обосновать Записать Затем В программе Партии Огласить На весь мир И прочее Причем Первый Будь здоров Вот я Несколько Хотел Слов Процитировать По этому Действию По этому Направлению Начнем С того Что мы все Помним Знаменитые Ленинские Слова Вот Которые Для нас Как компас Что Марксист Лишь Тот Кто Не просто Признает Борьбу Классов А кто Доводит Это признание До признания Диктатуры Продержата Вот Отталкиваясь От этих слов Смотрим Как же у нас Родилось Как орудие Диктатуры Рабочего Класса А на рубеже 60-х годов Был сделан Вывод о постепенном Перерастании Его в общенародное Этот вывод В принципе Правильный Но чем Чем глубже Мы вникаем Содержание Политического Процесса Тем очевиднее Становится Необходимость Довести Нашу Государственность До общенародной В полном Объеме Этого Понятия В то время Что и партия Теряет Практически Классовый Характер И становится Партией Всего Народа Вообще Народной Партией Но это Вообще Конечно Даже Исходя из Определения Вроде Нонсенс Партия Часть Класса Там Для И так далее Определение Читается Из этого Всего Значит Продолжаем Наше Повествование Скажем так Что Не только В Горбачеве Дело Хотя Большой Мерзавец И Его Доля Внесенная В Развал Скажем так Внесение Смуты В коммунистическое Движение Огромное Но Не он Один И может быть Даже не основной Михаил Сергеевич Грубо говоря Завершал И добавил Добавил Причем Он Способствовал По двум направлениям С одной стороны Он способствовал Сдвигу Вправо Всего Международного Вот Коммунистического И рабочего Движения Потому что Именно Вот в эти Годы Когда Там Слова Перестройка Горби Так сказать Превратились В приветствия По всему Капиалистическому Миру Именно тогда Завершался Завершалась Трансформация Вот этих Многих Коммунистических Партий Которые И до этого Страдали Болезнью Правизны Так А вторую Часть Несенного Им Ну и КПСС Образца Горбачева Последнего Удара По общему Коммунистическому Движению Это конечно Был Удар Примером То есть Развал КПСС Развал Советского Союза Это сильнейший Удар По мировому Коммунистическому Потому что Во первых Реакция После этого Ожила Сразу И оборзела И так сказать Надавила На трудящихся Трудящийся Куда не приедешь Первый вопрос А как Как же вы могли Как же вы Грубо говоря Просрали Так сказать Социализм И то что У вас все было Ну прямой Люди спрашивают А что Правда Что у вас Было там И образование И детские Сады В системе Образование И здравоохранение И квартиры Это правда Все Рассказываешь Даже почти Водошевишься А потом Ну и что же вы Как же вы Вот Тот момент Который Безусловно Присутствует И от него Никуда Не денешься Значит Поэтому Основная болезнь Вот в мировом Коммунистическом Движении При этом Не подумайте Что нет Ортодоксальных Партий Мы к этому Сейчас подойдем Мы все-таки Пока Константируем Чего болит И где плохо Потому что В первую очередь Надо Поглядеть Насколько Жив Насколько Болен И перспективен Новая болезнь Это правый уклон Да Вот Правый Всяло Оппортунизм Потом Ревизионизм Который В современном Виде Те самые Коммунистические Партии Которые Ранее Классифицировались Нами Как Еврокоммунизм В сегодняшний день Приобрели Уже И новое Что ли Содержание Законченное Такое Ревизионистское И новую Организационную Форму Так называемая Партия Евролевых Наверное Многие Об этом Слышали И знают Значит Партия Евролевых Имеет В названии Левая Образована На базе Старых Традиционных Коммунистических Партий Немцы Но немцы Туда Партия Демократического Социализма Компартии Франции Испании Италии И целый ряд Других Примкнувших Значит По своим Идеологическим Позициям Конечно Отрицание Диктатуры Пролетариата И необходимости Социалистической Революции И Отрицательная Оценка Советского Периода В основном Особенно Сталинского Так сказать Она у них На уровне Почти на уровне Оценок Антикоммунистов Которые Употребляют Тоталитаризм Сталинизм Чуть ли не Союзники Фашизма Или Виновники Во всяком Случае Успехов Гитлера На первых Прочих Этапах Значит Это партия Которая Полностью Вписывается В системы Парламентские И своих Стран И Европарламента Более того Это партия Которая Поддерживает Установление Общеевропейского Правового Пространства Которое Своими Условиями Подвигает Национальные Компартии Трансформироваться В Евролевую Партию Трансформироваться В том числе С подчинением Законам Буржуазных Обществ Игрой По правилам И все это Дело Поощряется Хорошим Финансовым Вознаграждением Подпиткой За то Что ты Имеешь Парламентский Стат Европейский Значит Они настолько Сдвинулись Справа Что мы Даже их В своем Анализе Вот Вместе с Михаилом Васильевичем Отнесли К вполне Ревизионистским И даже К нашим Греческим Товарищам Как-то Высказали Мнение Что Чего вы Там их Особенно Критикуете Это же Ревизионисты Бороться Надо с Оппортунистами Внутри Своих Рядов Таскать У нас Достаточно Примеров Вон РФ И КПУ И Те же Самые Компартии Там Италии Много Таких На что Немцы Общи Дали Немцы Греки Справедливо Заметили Что Ребят Вы Не Совсем Правы Потому Что В Президиуме Дел Партии Европейских Левых Присутствуют Представители Компартии Франции Вот Они Сидят Голубчики Компартии Ииспании Вот Здесь И Партии Коммунистов Молдовы Вот Еще один Так сказать Палец Загибаем Все Вместе Они Проводят Эту самую Политику Причем Они Одобрили Фактически Бомбежки Сектора Газа Партии Европейских Левых Они Согласились С Принятием В качестве Ассоциированного Члена Европейского Союза Представители Израиля Как раз В этот период Когда Агрессия Разворачивалась Поэтому Вот Одна из Картинок Значит Как Выглядят Эти Товарищи Но От себя Могу Провести Скажем Такой Пример Партия Коммунистов Молдавии Где Главный Воронин Который Два Срока Был Президентом Республики Да И Которые Сейчас Снова Не у власти Выступает Представитель Этой Партии На Общем Международной Встрече Прямо Было Резануло По слуху Девушка Такая Симпатичная С депутатским Значком И Начинает Уважаемые Дамы И Господа Ну а дальше Вы тут Это самое Не смущайтесь Не робейте Мол Вы тут Немножко Все Мухом Догматизма Поросли А мы Двигаемся Вперед Поэтому Нас часто Спрашивают Что мы строим Социализм Или капитализм Так вот Я для всех Вас Объясняю Что мы Строим Социально Ориентированную Рыночную Экономику Вот На сегодняшний День Можно посмотреть Сказать Где они Находятся В Компартии Это Молдовы Значит Проходите Вперед Проходите Есть место Значит Есть Есть Соответственно Чего Они достигли Со своей Социально Ориентированной Рыночной Экономикой Сюда Продолжение И Интересно То Что Это ведь Общая Тенденция Далее Мы сейчас Общие признаки Назовем Но В сегодняшней Газете В сегодняшнем Номере Газеты Правда Есть Заметка Относительно Десяти лет Работы Партии Коммунистов Молдовы И Бодрым Тоном Товарищи Из КПРФ Говорят Слушай Они Замечательный Пример Всем показали И показали Оказывается Что коммунисты Могут Могут Прийти К власти Так Ненасильственным Путем А парламентским Они Показали Что коммунисты Никакие Незамшелые Недогматики А могут Вызвегать Новые Реалии Так И По новому Организовывать Экономику В том числе Стремясь В единое Европейское Пространство И одновременно Держа курс На интеграцию С Россией По этим делам Они могут Сочетать Принципы Демократии С заботой О социальном Благополучии Граждан Только вот Вещь Пока Не сумели Власть Удержать И теперь Назад Откатились Речь идет О том Я не потому Что сейчас Мы будем Анализировать Успехи Недостатки Компартии Молдова Когда она была Правящей С президентом Они ведь И полезные Вещи Тоже делали Мы не отрицаем Но сам факт Что они Выступали Отнюдь Не как коммунисты А как классическая Ну скажем Социал-демократическая Партия На фоне Националистов Про Румынской ориентации Они смотрелись Может быть Несколько Умя В общем-то Они пришли К закономерному Результату Наступил момент Когда их Так сказать Умело Отодвинули И они теперь Опять Не сделав Должных выводов Снова Думают На следующих Выборах Мы это сказать Может быть Постараемся Да еще Про нас Вспомнят И По основным Признакам Что ли Оппортунизма Вот сегодняшнего Который присущ Тем партиям Значит Которые Наиболее Заметны Наиболее Влиятны И прочее Мы в своем Выступлении На Народной Встрече В Южной Африке Которая В декабре Прошла Значит Несколько Основных Таких моментов Выделили Первое Это Приверженность Теории Так называемого Рыночного Социализма Во всех Его Разновидностях Подвигается И С очень Большим Что ли Козырем И с ссылками Например Компартии Китая Я думаю Что Вот Именно В этой Что ли Части Наиболее Ярыми Наиболее Умелыми Наиболее Изощренными Что ли Апологетами Выступают Наши Товарищи Они Не только Как бы Сказать В России Эту линию Упорно Последовательно Даже искусно Навязывают Пропагандируют Показывают И ведут Но И оказывают Существенное влияние На международное Коммунистическое Потому что Значит Ну хочешь Не хочешь А Когда говорят Что Ух Смотри-ка Партия Россия Хоть Степень Это Все Ассоциируется С Той Россией В которой Совершилась Великой Октябрьской Революцией Которая Фашистов В советском Состоянии Разгромила И прочее А с учетом Того Что Эти Наши Друзья Товарищи В кавычках Умело Употребляют Социалистическую Фразеологию И берут Себе Сплошь Рядом Союзники Ленина И особенно Сталина Сегодня Ну это Сказать Производит Определенное Впечатление Чего Значит В этом плане Заметен Значительный Что ли Наметившийся Значительный Поворот А именно Уже Несколько Партий В том числе Из Которые У нас Игуляющиеся Позиции Греки Значит Выступают С оценкой Сегодняшнего Сегодняшней Политики Ком Партии Китая Как Некоммунистическая Целый ряд Работ Уже Написан Теоретически Рекомендую Посмотреть Недавнюю Статью Значит Международного Отдела Компартии Греции Лисиуса Вагеноса Руководителя Которая Вывешена На нашем Сайте О положении И о политике Значит Экономической Политики В Китае Значит Где Довольно Доказательные Подробно Разобраны Ситуации Таких же позиций Придерживаемся И высказаны На международной арене Мы от лица Российской Мистической Наш прогноз Такой Что к сожалению К сожалению У Компартии Китая Есть Те перспективы Дорить Печальную Судьбу Мистической Партии Советского Союза Горбачевского Образца Так Поскольку Значит В эту пользу Говорит Вся теория И Никакие Ссылки Даже На Теорию И практику Непа Здесь Не помогают Китайским Товарищем Более того Значит Даже при Не очень Глубоком Анализе В первый ряд Проходите Видно Что Имеются Самые коренные Различия Поскольку Ленинский Неп Когда проводился То Откровенно Большевики Признавали Что Идя на Союз С капитализмом Мы В экономическом Плане Отступаем Назад Отступаем Назад И Вступаем В смертельную Идеологическую Схватку Что это Чрезвычайно Опасная Штука Кто Кого И все Это Осуществлялось В условиях Государства Диктатуры Пролетариата Которая Обеспечивалась Всей Системой Политической Государственной Власти Стране Начиная От Пролетарского Характера Партии Роса Тех Лет РКПБ И Продолжаясь В системе Советов Которые Реализовывали Диктатуру Пролетариатов В этой Организационной Форме И которые Строились Все знаем По определенному Принципу Когда Фабрика Завод Являлись Ячейкой Государственного Строительства Первичной И при этом Наступление На Или Контакт С капитализмом И отступление Некоторые Назад Использовались Для того Чтобы Наступать Социалистическому Сектору Производства Именно В те Годы Создавался Первый И Госплан И план Гойлрой И госнап И И так Крупная Машинная Индустрия И Коррективизация Которые Затем Обеспечили Советскому Союзу Тот Трамплин Те Возможности Для подъема В сегодняшнем Китае С одной Стороны Впечатляют Конечно Цифры Но При всем При этом Мы должны Понимать Что Во-первых По уровню Жизни И уровню Производства На душу Населения Они еще Находятся Вот На Долеком Советском Уровне Который Где-то Там Предвоенный Или Чего Раз Во-вторых Значит Судя По их Теоретическим Выкладкам И работам Нет У них Понимания Опасности Что ли Вот Этой Смычки Даже Наоборот Изменены Уставные И программы Документы Партии Значит В которых Социальной Базой Уже Признаются Не только Трудящиеся Классы Рабочие И крестьяни Но На Полном Серьезе Предприниматели Бизнесмены Соответствующие Экономические И прочее Обоснования Сегодня По числу Миллиардеров Китай Вообще-то Впереди Россия Идет Миллиардеров Женщин Вчера Опубликованный На первом Месте В мире Так И Вот Чтобы Долго На этом Вопросе Не зацикливаться Есть такое Помните Сколько раз Мы слышали Образные Выражения Старика Дэн Сяопина Что Мол Какого Цвета Кошка Совсем Нам Не важно Лишь бы Она Там Это Самое Мышей Ловила Вот Им Можно Сказать Что Уважаемые Товарищи Какая Разница Мышам Какого Будь Здоров Еще Как Это Даже Те Скудные Сводки Которые Сегодня Поступают Значит Ну вот По статистике О выступлениях Трудящихся В Тае В виде Застовок Столкновений С полиции Прочем Говорят О том Что Глубоком Кризисе КПК И Обоснованы Наши Сомнения И прогнозы Что К сожалению Значит Это Дело Может Закончально А поскольку Это Такая Махина То Для всего Мира Эти Потрясения Реально Опасны И Второй Признак Значит Большинства Сегодняшних Оппортунистов Это Значит Провозглашение Парламентов Как Истинных Органов Народовласти Самые Разные Транскрипции В самом Разном Звучании Мы С вами Ну Наиболее Близко Нам Пример И Мы Видим Как Реф В этом Плане Работает Но Важны Последствия Что Значит Это Последствия Вот Провозглашение Этого Тензиса Одно Роль Трудящихся Роль Народа Вообще Трудового Народа Ограничивается Ролью Голосующего Электората Сегодня Не Получилось Ну Следующие Честные Выборы Лозунг За честные Выборы Вперед Поход Дальше Ни одного Нерабочего Ни крестьянина Нет Никакой Работы На организацию Сопротивления Самих Людей Труд Нет А далее Так сказать Превращение Части Партии Обычное Руководство В Защитников Народа Которые За хорошую Зарплату За статус Государственного Служащего Со всеми Этими Самыми Льготами И привилегиями Защищают Народ От Так сказать Профона Из кресла Бумагой Пером И так далее И тому подобное Значит Определенная часть Они проводят И полезную Работу И функцию Но Самих Перспектив Для коренного Улучшения Ситуации Не просматривается И не будет Просматриваться Абсолютно ясно Должен Может быть Для красочности Картинки Привести еще Несколько Примеров Вокруг Вот этого Направления Возникают Всякого Рода Такие Знаешь Экстравагантно Какие-то Экстравагантно Почти Извращенческие Проявления И которые Тоже Пытаются Преподнести Как современные Коммунистические Чего-то Ну Например Выступают Представители Компартии Соединенных Штатов Америки И Поступают От них Женщины И говорят Что мы Сегодня Главной Задачей Коммунистической Партии Видим Решение Там Этой Самой Гендерной Проблемы Или У нас Главный Лозунг Вот Добиваться Эмансипации Женщины Пока мы Не добьемся Чтобы До Президентского Поста Женщина Заняла Это Точка Приложения Наших сил А все Остальное Это Осталось В прошлых Веках Таскать 20 Еще Более Иногда Изумляет Позиция Ряда Компартии Которые Максийским Как они Считают Обоснованием Выдвигают Программным Принципом Защиту Всех Меньшинств И Прежде Все Сексуальных Говорят Вот Ведь Записано В манифесте Что коммунисты Защищают Всякие Угнетаемые Меньшинства Эти Угнетаемые Эти Меньшинства Обязаны И защищать Вот Мне Рассказывал Товарищ Который Был На Съезде Помпартии Италии 8-10 Когда Она В очередной Раз Партии Возрождения Что-то В то время Была Большой Зал Очень Много Народу Таскать Избирают Президиум Говорят Под Президиум Избираются Там товарищ Реналь Аплодисменты Это кто такой О Это заслуженный Ветеран Там Участник Партизанского Движения Старый А Хорошо Вот Выбирается В президиум Такой-то Там Товарищ Молодой Тоже Аплодисменты Это кто Такой Это Лидер Молодежной Организации Крыла И очень Хороший Товарищ А вот Там Товарищ Подвигается В президиум Какой-то Бертонотти Или Идет Говорит Весь Волосатый Серегой В носу Таскает Джинсах Все Встают И аплодируют 15 минут А это Что за Товарищ Товарищ Председатель Лиги Комосексуалистов И лесбиянок Это Очень Уважаемый Человек Понимаете Значит Борьба за голоса Борьба за голоса Да Но И Как бы сказать Деградация Как Как Научного Что ли Течения Мы все-таки К коммунизму Относимся Как к науке Это Налицо От этого Никуда Не денешься И Не зря Мне тут Товарищ Котор И Рассказывал Он сам Из арабского Мира Говорит Самая большая Опасность Была Как бы Не поселили С ним В одну комнату В гостинице Потому что Потому что На родину Тогда вернуться Не так просто Так Но это Лирическое Скажем так Отступление Оно конечно Главное Придет Значит Конечно Встает вопрос Ну ладно Рассказал Ты тут Вправо Уклон Плохо Значит Эти Экстравагантные Какие-то Деятели Конечно Левацкие Проявление Целых Спектра Тех Организаций Они тоже Никуда Не делись И присутствуют И Не всегда Не всегда Надо на них Смотреть Сверху Снисходительно И Определять Как левый Оппортунизм Там Вполне Достаточно Организаций Которые Ну как бы И честно Борются И честно Пытаются Разобраться И даже Стоят На хороших Часто Организальных Позициях Просто Значит Во-первых Вот в силу Того Что в списке Солиднет Там где Собираются Партии Как бы Сложившиеся И уже Которые Приступили К своей Деятельности Много лет Назад Там имеются Правила Приема И из одной Страны Следующую Партию Значит Не примут Если Та партия Которая Присутствует В списке Находится На встречах Возражает Я был Свидетелем Такого Слухи Как Значит Поднялся Вопрос Рабочая Группа На вот Этой Общей Встрече Говорит Что Просят Принять В общее Такое Участие В общем Встрече Значит Товарищи Из Новой Коммунистической Партии Англии Представитель Традиционной Партии Говорит Ни в коем Случае Это же Такие Это такие Оторванные Они нас Называют Оппортунистами Предателями Ревизионистами Ну На что В общем-то Кое-кто Из зала Сказал Так Может И в район На самом То деле Но Тем не менее Стоит Вот Такой Барьер Такая Непростая Штуковина И Это Толкает К тому Чтобы Эти партии Тоже Находили Какие-то Формы Общения Значит И мы С ними В тех Или иных Плодях Или На встречах Порой Пересекаемся Ну Час Из этих Партий Присутствует В работе Участвует Семинара Теоретического В Брюсселе На базе Партии Труда Бельгии А часть В 2009 Году Организовали Новую Такую Тацию Сообщество Называется ИКОР То есть Интернешнл Координашн Романистических Рабочих Партий Как раз Так Где Во главе Марксистско-Ленинская Компартия Германия И Штайфан Энгель Они Вполне Заслуживают Уважения Хотя У нас С ними Есть Серьезное Расхождение По теории Уважение Потому что Они Чё Во времена Никита Сергеевича Крущева Оценили Курс Как Ревизионистский Оценили По достоинству То сказать И предсказали Чем закончится Отказ Поданных Теоретических Положений Диктатура Пролетариата И прочее Значит Был у них Такой Теоретик И руководитель Вилли Дикут Антифашист Как сидел И прочее Другой вопрос Что мы с ними Глубоко Не согласны Когда они Весь советский Период Начиная с тех времен Пытаются оценить Как социал Империализм Социал Фашизм Сводят Все на нет Чуть ли не наша Помощь Кубе Была неправильна И корыстная Ну и так далее И тому подобное С большим Очень уклоном В маяистскую Сторону Содержания Но В практической Деятельности Тот же Штефан Энгель Является Представителем Шахтеров Рура На переговорах С правительством Кель На всех Тачках Забастовках Которые там Поэтому с этими С целым рядом Этих партий Мы держим Контакт Значит Ведем Определенную работу Где-то даже Иногда Помогаем Хотя Иногда Получается Что Для них Обидным образом Ну например Они попросили Чтобы мы помогли Им в издании Книги На русском языке Вели Дик Это причина Ахосоциализма В СССР И говорят Ну это же такая Книга Она там На Филиппинах Вмиг разлетелась Еще где-то Разошлась И деми И прочее Вот Мы ознакомивших С ней С Михаилом Васильевичем Тогда эту работу Проводили С ним Ну во-первых Россия Все-таки Не Филиппина И мы Имеем Свой Взгляд На причины Поражения Социализма У нас Во-вторых Мы Не согласны С теми Теоретическими Положениями Которые у вас Звучат По оценке Советского Периода Как Социализма И Бизнес И прочее Тем не менее Сдали Дальше Интересы По библиотекам Кто-то Что-то Взял И прочее Прочее А с тобой Им пришлось Так сказать Забирать И передавать Рядом Моаийских Организаций У нас У себя В Европе Тем не менее Вот такая Организация Есть За ней Тоже Значит Ведется Тени Контакт И так далее Можно Характеризовать В том числе Еще направление Которое Складывается Вокруг Латино Американского Революционного Движения Где во главе Уга Чавес И в том числе С попыткой Организовать Новый Интернационал И даже Дата была Намечена И прочее С его конфликтом С коммунистической Партией Потому что Он требовал Чтобы коммунистическая Партия Распустилась И полностью Вошла В партию Как он там Назвал Забыл Социализм Да Ну Социалистическую Единую партию Которая Самая большая Там 600 тысяч Надо отдать Должное Компартии Венесуэлы Что они Скорее Не пошли Продолжают Свою линию И Чавес Понял Что Это даже Для общего Дела Полезнее И нужнее Но Поскольку Время у нас Уже Подгоняет Хотел бы Вот что Отметить Что В целом Вот в общем Что ли Сейчас Коммунистическом Движении Если в целом Правый уклон Конечно Чрезвычайно Серега Был такой Случай Вот в этом Декабре 2010 Года ЮАР Когда Принимали Итоговую Резолюцию Там были Такие Слова Значит Что Мы Должны Бороться Против И вот Перечень И в том Числе Против Оппортунистов Которые Отрицают Классовую Борьбу Мы Как бы Взяли То же Слово По другим Пунктам Замечания И предложения И поэтому Сказали Что Товарищи Это не совсем Правильно Написано Потому что Оппортунисты Они по большому счету Не отрицают Классовую Борьбу Оппортунисты Ее признают Другое Дело Что Они Ее Не доводят До признания Необходимости Диктатуры Пролетариата Вот в чем Дело Наше Предложение Не прошло И даже Его Руководитель Рабочей Группы Не Стал Ставить На голосование Сказав Что Нет Конечно Мы его Сейчас Принять Не можешь Потом Уже В частной Беседе Между нами Греками И Вот этим Парнем Из Гевар Который Вел Значит Произошел Такой Обмен Репликами Так Слушай Может быть Это Самая Пора По этому Принципу Размежеваться Раз Не могут Другие Поддержать Именно Это Признание Диктатуры Пролетариата И как То Очиститься От Этих Элементов Что Он Также Иронично Мне Сказал Что Виктор Я Знаешь Опасаюсь Что Если Мы По этому Принят Знаку Начнем Чистить От Нас С Тобой Говорить Что В Общей Что Ли Компании Коммунистических Фактов Сегодня Есть Такие Твердые Ортодоксальные Марксистские Основы И Понимания Не Приходится Но Это Не Значит Что Все Плохо И Нет Сдвигов Есть Значит Есть Постепенно Складывается Ядро Которая Себя Обозначила Как Ортодоксально Марксистская Инициаторами Наверное Были Греки Я Не побоюсь Сказать Что С нашей Помощью Будьте здоровы Все Греки Том Соликом Не Принеси У меня Две Книжечки Лежат Синенькие На кресле Я Покажу Хочу Прямо Около Моего Кресла Посмотришь Или на столе Один Журнал И один Там Они В теоретическом Плане Провели Большую Работу И анализ Причин Поражения Социализма В СССР Не только По максимуму Совпадающий С нашим Анализом Программным Но Возьму На себя Смело Сказать Что Во многом Мы Помогли Сделать Эту Работу И в теоретическом Плане И в материальном Обеспечивая Их источниками Литературы И прочее И так далее И они Приняли На съезде И эти тезисы И задачу Осуществить Помощь Консолидации Коммунистического Полюса После этого Обменявшись Мнениями А как Приступить В какой Форме Коммунистический Полюс Обозначить Как Нашли Такую Форму Что Взялись За Издание Международного Коммунистического Журнала Совместными Силами Тех Партий И тех Журналов Которые Партии Есть Которые Друг друга Считают Коммунистами И которые Ряд Основополагающих Принципов Марксизма Признают Вместе Подписали Соответствующую Декларацию Вместе Ударили По рукам И приступили К данной Работе Таких Партий На сегодняшний День 11 Значит Компартия Народов Испании Компартия Труда Бельгия Компартия Лексенбурга Социалистическая Партия Латвии Коммунистическая Рабочая Партия Венгрии Коммунистическая Партия Греции Российская Коммунистическая Рабочая Партия Компартия Турции Компартия Мексики Компартия Венесуэлы Греков Назвал Нет? Греки И социалистический Союз Коммунистов Украины Журнал Марксизма Современно Скажем так Вот Значит Выпущен Первый номер Пока готовится к выпуску 2 есть трудности в том числе есть трудности и внутри самой редакции там тоже хватает этого элементов оппортунизма со стороны бывших членов данном случае пдс которые нынче в компарте лексенбурга обосновались завтра наш представитель от михала сирич полете полетит на заседание редакции с обсуждением как чего дальше будем двигаться то есть есть сначала есть . кристаллизации есть понимание теперь это надо превратить в общее желание в движении в работу во влиянии но и так далее очень большие трудности у нас с переводами поэтому если у кого-то где-то есть мощности возможности желания еще чего-то очень будем рады милости просим вот этот труд который я уже рекламировал оценки и выводы из социалистического строительства из поражение социализма в ссср и странах восточной европы которые греческими товарищами проведен с нашей помощью или проще имеется в нашей библиотеке какое-то количество экземпляров можем и искать вводную продажу пустить очень рекомендуем тем которые товарищи интересуются чтобы на сайте вывешиваются соответствующие материалы и искать их надо отслеживать так значит ну и наконец общее расходить направление или общий критерий оселок конечно главным аргументом в политике является факт самым неубиенным так сказать аргументом и фактом является связь партии с классом но там как греков иногда не критикуют в том числе наши леваки и греческие леваки там их достаточно мол те и так не то недостаточно решительно еще где-то но больше них демонстрации и забастовки и массы трудящихся никто не по сказать это топе не выводит а если где-то выводят то это профсоюзы чаще всего социал-демократические которые не выдвигают соответствующих политических требований и ограничиваются да и кусок зарплаты чуть где-то а успех греков основывается на связи с и все греческим рабочим фронтом который является горизонтальной структурой объединения классовых рабочих профсоюзов и здесь греческие товарищи в профсоюзном мировом движении занимают лидирующие роль в том числе в всемирной федерации профсоюзов съезд который состоится в апреле месяце в афинах и наши посланцы и товарищи которые присутствовали на встрече с греками помните здесь помнят это приглашение поэтому профсоюзом нашим а именно авиадиспетчером докером защите мрп присланы приглашения на съезд всемирной федерации профсоюзов поэтому мы приложим все усилия чтобы наши товарищи поехали степан сергеевич собирается так сказать ехать еще ряд товарищей поэтому главное направление это конечно союз в области организации рабочего движения опыт мышка со своим классом здесь в практической работе и в мировом масштабе лозунг пролетария всех стран соединяйтесь никто сушь не снимала умнее не придумала не придумали самая то что даже революция даже не классов вообще всем я заканчиваю спасибо виктор аркадьевич вопросе вот наши миллиардеры российские они в первую очередь получили свои богатства за от приватизации общественно социалистической собственности а за счет чего китай вы сказали даже больше чем в россии за счет чего там то миллиардеры получились значит еще в первой программе рсд рп даже не бы наверно было просто и раз было записано что товарное производство ежеминутно ежедневно постоянно рождает капитализм поэтому рано или поздно питал имеет свойство укропняться разрастаться значит стремится к монополизированию и прочее и хотя в китае и не было запущено приватизации но опыт показывает что чаще всего и типовым явлением является когда капиталистами становятся или сами высокопоставленные партийно-государственные чиновники или знакомые родственники или просто чем-то где-то связаны и так далее и тому подобное недаром показательных процессах которые у них происходят там на площади к празднику 20 человек повесили значит сплошь и рядом присутствует мэр такого-то города значит секретарь такой-то провинции обкома второе лицо там системе парламентской их власти как и прочее прочее хотя знающие люди говорят что не всегда это пойманные за руку коррупционеры вернее коррупционеры но очень часто это сказать разборки внутри и между различными кланами и группировками и так далее и тому подобное поэтому все оттуда же в любом случае это присвоенный труд китайских пролетариев это вам точно гарантия еще вопрос потому что когда мы узнали что он стал президентом я слышал что начнем с кипра значит у нас давние связи с акел это прогрессивная партия народов кипра они менее теплые чем у кпрф префники с ними вообще душа в душу живут но мы их оцениваем так как такую умеренную социал-демократическую партию с левым уклоном что не грешат они там ортодоксальным марксизмом при выборах президента ни в коем случае не брали на себя обязательства национализировать провести и прочее прочее ведут в общем то более социально ориентированную политику чем предыдущие деятели на чем они как бы сказать отличаются и почему на них возлагаются большие надежды со стороны народа кипрской почему за них проголосовали так это за их как бы сказать твердую позицию найти нормальное мирное разрешение кипрскому вопросу по объединению двух частей так сказать турецкой и кипрской и надо сказать что в этом направлении они действительно вот этот парень как его фамилия забыл так сказать проделывая значительную работу срокова сейчас кстати подходит концу впереди новые выборы можем то сказать посмотреть как там будет в газетах правда кпрф значит есть большие статьи в том числе интервью с его христос или посмотрите я вам просто советую но опять же в данном случае надо относиться к этим товарищем как них победе коммунистов на выборах и взять их власть а как к участию левой партии левой партии может быть стал демократического толка в очередном цикле управления государством значит аналогичные вопросы не возникает ведь вот мы чуть чуть разобрали молдову еще более там запутанный вопрос той же белоруссии он партия белоруссии имеется в общем-то порт пользуется поддержкой лукашенко я даже знаю как она образовывалась и так сказать регистрировалась и прочее прочее но вот у них вся позиция свелась к тому что они просто поддерживают лукашенко есть представитель беларуси кстати можно поддержки партия поддержки штанов президента скажем это же никуда не годится потому что с одной стороны не всегда лукашенко прав да и сам он себя коммунистом не называет и прочее а с другой стороны в республике до вставить процессов во-первых тоже приватизация идет тоже ориентация на рыночную экономику идет значит тоже трудовое законодательство имеет довольно ли акционные элементы в том числе срочные трудовые найми как основная форма оформления на работе зажим профсоюзных прав и так далее то есть компартия должна иметь собственную позицию глядеть дальше там где надо там поддерживать а там где значит видят что не так должны иметь мужество быть в оппозиции подсказывать и вести или критиковать даже даже компартия сирии хотя входит в национальный фронт правящий она внутри этого национального фронта занимала оппозиционные позиции организовывали забастовки против линии на приватизацию энергохозяйства против линии на либерализацию тем экономики и прочее прочее поэтому это сложные так сказать моменты и вопросы в данном случае а то что касается вот вьетнамцев да я думаю что конечно они в сильном сильной зависимости от компартии китая ну по целому там ряду причин значит конечно они тоже используют эти сегодняшние элементы рынка но и в своих документах и в том же выступление на значит международной встречи в юар таки китайцы там не появились а на предыдущей встрече были но не выступали а были только враги наблюдатели послушали вьетнамцы в своем выступлении значит можете его посмотреть она у нас есть на русском языке они несколько раз подчеркивали что просим не сомневаться наша компартия остается марксистской ленинской вы на путях так сказать социализма мы своей социальной опоры видим трудящиеся слои рабочих и крестьян в этом деле но при этом все равно правда употребляли социальная рыночная но это тот случай и я так думаю в которой еще не безнадежно с которым надо разбираться и понимать тем более что еще он был во вьетнаме был давно в восемьдесят девятом году я рассказать посмотрел как этот народ работает и стоят две женщины и корзинка у них там на ряду зачерпываю шоу уровней перекид работает автобус наш туда проехал на обед обратно и это не ритма не меняет ничего раз потом когда мы в этом колхозе были артель там называется были посмотреть поговорить на экскурсии он нам показывает председатель колхоза этого и нас на весь колхоз есть интрактор 8 насосов на дизель электростанции счетчиков мы имеем возможность значит семьям у кого погибли войну кормильцы там или просто члены семьи и так далее дополнительно выдавать там по 80 килограммов риса плане у нас еще есть вот посмотри дополнительно и все это с такой гордостью проще это большим потенциалом народ и очень и проще вот это лично я желаю очень самого большого успеха мы им приветствую на съезд послали они тёстые часы в двух словах империализм предполагает уже агрессивную государственную политику по отношению к другим странам выкачивание оттуда прибыли так эксплуатация других стран и народов вывоз капитала с целью получения соответствующие отдачи обратно проще проще советский союз в этот же период наоборот от той помощью которого наказывал другим странам той же кубе тому же китаю на определенном периоде тем же всем африканским странам в том числе нашим друзьям из египта значит вывозил туда капиталы и средства труд знания для того чтобы поднимать и и самые колонии да они играть роль так сказать метрополии по отношению к ним то что касается какой выразилось началось строительство капитализма неправильно это предпосылки создавали что при определенных условиях вот этот переворот может осуществить это прежде всего относится к внутренним процессом проекторы происходили у нас здесь причем по всему фронту в экономике раз в мозгах два партии что наиболее опасно и больно потому что не только один там хрущев и горбачев виноват на двадцать восьмом съезде голосовали за рынок голосовали мы же вопрос ставили вот четыре тысячи шестьсот там восемьдесят три делегата всего было тысяча двести пятьдесят девять голосов мы получили ну правда там полторы тысячи не присутствовало сколько-то не голоса вот о чем речь идет поэтому не надо так упрощенно понимать и советский союз советский народ советская экономика государства в целом они по той огромной инерции которая была набрана социалистические лучшие что и времена в том числе когда руководил государством сталин еще о как она самый вперед катились космос полетели да и открытие делали благосостояние народа в общем-то улучшалась и жилье строили заводы вводили в действие так наверно так вот еще чё пожалуйста парксом никак не вписывается на часть марксистов вот лидеры эти мистических партий которые притягивают значит я вот так сказал что на международных встречах не так часто поднимается эта тема или так она как предмет обсуждения вообще не ставится не поднимается в некоторых выступлениях можно йодом следы обнаружить этого я думаю что все-таки на сегодняшний день большинство компартии стоят на позициях научного мировоззрения и отправленные всякие эти сомнения нам по крайней мере не присущи я думаю рот весь ход истории прогресса показал если верить то надо верить в силу человеческого развития с точки зрения присутствия у некоторых партий у некоторых партий элементов надежд что ли или союзничество с церкви то я бы сказал что более реакционной позиции чем у кпрф и узи ганова я ни у кого не наблюдал чуть чуть есть у латиноамериканцев но у них чуть-чуть это заключается в том что они считают крестьянских священников которые там выполняли миссионерские функции во многом искренними людьми заботящимися о благе прихожан там и она действительно может быть так в той же венесуэле в той же там боливии еще где-то но до такого дойти чтобы так сказать развитие или распространение религии выдавать как за возрождение духовности народа это только на что сказать смогли до чего-то так то еще еще вопросы всякие вопросы выступающие будут жирающие выступить тишина который решил отнять время я сделал сделан такой вывод критерий который вектор организм прогласил это критерий без и второй критерий тассы партии на рынок не в порядке отступления в порядке тени и программной цели то это тоже по сути с этим критериям значит а мне поэтому значит одно очень хорошо потому яги на самом деле поймем довольно тяжелая потеря ориентации бывать на то что тут она станет что вот за границами на эти возрождать а ты из-за вас у нас все плохо все разрушилось это можно конечно надо понимать он всего вопроса конечно на российских коммунистский рабочий класс я хотел бы сказать важно то есть еще жирающие выступить тогда товарищи я с вашего позволения на три минуты тоже займу время мне бы хотелось развить последнюю идею виктора архадьевича о связи с рабочим движением потому что в общем то из всех проблем мирового коммунистического движения мне кажется вот эта проблема она главная потому что с научно-теоретической точки зрения вот у нас в общем то по крайней мере в россии более-менее хорошо дела обстоят вот на прошлой лекции михаил васильевич выступлениях долго и со вкусом зачитывал список выступающих в список тем которые будут выступать на будущей конференции пятая конференция уже ленинская и достаточно высокий научный уровень и у нас разработана и политэкономия социализма теория потребительной стоимости следовало противоречия социализма здесь все хорошо но ученые они вот освещают путь должны быть те кто по этому пути идут если по этому пути освещенному никто не идет то тогда в общем то и нет связи с рабочим движением и отсюда вот и многие эти дрязги в международном и в российском коммунистическом движении потому что нет конкретной работы с рабочим классом кроме цифры 200 с чем-то коммунистических партий еще и цифра 30 миллионов россии рабочих из них 20 миллионов на крупных промышленных предприятиях если большевиков начале века газета выходила ежедневно двухсоттысячным тиражом подарок на заводы я думаю тысячи по питеру только распространялась у нас газета десятки сотни далеко не на все заводы и в общем то это конечно очень большая проблема и пока мы не решим эту проблему перспектив у нас не будет значит все два слова буквально здесь есть представители заводов поэтому это большая просьба вот подумать представителям предприятий как от пророжить тропку от науки рабочим от науки к заводам вот может выступить кто-то на заводах сейчас тяжело выступить и пропускаю все такое может где-то хотя бы несколько человек человек 5-7 где-то встретиться после работы там поговорить в кафе тему обсудить тему вот есть допустим наиболее такая тема которая может быть и близкой в то же время на достаточной степени и политически политической точки зрения интересно это доведение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы потому что сейчас низкой заработной платы у нас игноят заводы отсюда и проблема гастарбайтеров и все вот это этот вопрос можно поднять можно любые другие вопросы поднять у нас лекторов вот посмотреть по списку лекторов я думаю никто не откажется выступить это с рабочими встретиться выступить вот и все спасибо большое на стиле спасибо электро аркадьевича как ведущая хорошая лекция одну минуту можно одну минуту вот говорят где в кафе посидите код будет международная конференция еще раз приглашаем 22 апреля в 10 часов автобуса с сопровождением гаи отойдет метро черноречка в один часов начала конференции и кофе будет перерыве и кафе будет поскольку рабочих там не будет у нас конференция открыта как бы жалоб рабочий ровно уже днем приходите кого можно приглашаете представители от завода порога рабочий день борис никогда что не пенсионер они мою но есть у кого будет возможность пожалуйста но если на конференции да в кафе да в кафе обсудим так давай решили довожу до общего сведения информацию что сегодня мы с вами большинство присутствующих пятый раз сдали документы на регистрацию российского объединенного трудового фронта в меню так что с одной стороны будем ждать здесь с другой стороны продолжаются суды и по первому захода 3 на 16 апреля назначен следующий учредительный съезд это если в этот раз они нам нарисуют фигу ясно борьба продолжая спокойно на сюда и просто следующая лица 17 часа которая будет через неделю коллективные действия работников как фактор экономического подъема доходовать будет первый заместитель председатель правкома докера в зао 1 контейнерный терминал константин васильевич хайдотов на этом все спасибо за объявление просто хотел сказать что у нас тоже будет мероприятие связано с пизо 83 одно на пионерской площади что это двенадцать и что это хозо а второе сейчас ты говори куда идти надо да какое ну в общем-то как бы на обоих будут наши люди так сказать а мороз куда идти на вопрос очень сложный значит идти надо туда где левый фронт поскольку мы здесь и большинстве твоих члены левого фронта или рот фронта еще в большей степени а это будет библиотеки московский проспорт победы на противоположной стороне московского проспекта 13 часов в 13 же часов 12 марта на пионерской площади общественная организация питерские родители на эту же тему тоже будут проводить поэтому кому куда ближе будет у чем у нашего товарища исаченко валерия григорьевича постоянного автора трудовой россии архитектора заслуженного товарища который по радио часто выступает с этим передачи две персональные выставки сейчас одна в библиотеке маяковского это на фонтанке то есть если дед вокзалом налево а вторая каком-то зале там этого я точно не помню надо углевать и спросить или позвонить рекомендую посетить очень интересные работы и полезные товарищи приятно а и и Продолжение следует...